БИБЛИЯ ГОВОРИТ Алексей Алексеевич, нам пишет Алексей такой вопрос. Бог не является источником зла. Но тогда почему Он ожесточает сердца людей, и тем самым получается грех? Римлян 9 глава, 18 стих. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Исход 4.21. А я ожесточу сердце Его. Почему Бог ожесточает сердца? Очень хороший вопрос, глубокий богословский вопрос. И многие люди, пытаясь разобраться в этих сложностях того, что Бог делает, почему Он делает и как делает, они иногда доходят до таких деталей, которые, ну так скажем, они недостаточно ясно прописаны в Писании, и люди пытаются их все-таки расщепить волос, как бы для того, чтобы найти все-таки желаемый имя, ответ. У них есть какая-то тенденция. Этот человек очень точно определил вначале, Бог не является источником зла, и Он не может быть источником зла. Вообще зло и грех — это противление Богу. И по этой причине Бог не может быть источником зла, а то, что люди противятся, и в результате этого зло появляется, это производное другой воли, не Божьей воли, а другой воли. Это или люди, или бесы во главе с дьяволом. Но если мы посмотрим на вот эти тексты, в которых написано, что Бог ожесточает какие-то сердца, то эти тексты, они говорят о процессах духовной реальности, которая имеет место в людях вообще. Если посмотреть на всех людей, которые живут на земле, то все мы живем под мощным действием общей благодати. Есть всеобщая благодать, которая помогает людям не есть друг друга, я имею в виду в буквальном смысле не заниматься людоедством. Это не что иное, как всеобщая благодать. То есть есть люди неверующие, но они ведут себя намного более цивилизованно, чем дикари в каких-то племенах. Вот они ведут себя цивилизованно не потому, что они познали Бога. Они ведут себя цивилизованно, потому что они каким-то образом к ним пришел Божий закон в какой-то форме, в виде воспитания, в виде культуры, в виде исторических примеров каких-то. И они стали немножко лучше соответствовать Божьему закону вот в этой сфере своей жизни. И по этой причине у них это и называется всеобщая благодать. Вот всеобщая благодать, она дает солнце и дождь. Всеобщая благодать, она помогает понимать, что есть хорошо, есть плохо. И поэтому в результате этого люди и живут. Отними Бог всеобщую благодать. Человечество, оно просто уничтожит друг друга очень быстро. Вот теперь, когда мы говорим о том, что Бог ожесточает кого-то, то это не что иное, как Бог просто где-то в каком-то случае свою благодать дает больше, где-то меньше, где-то Он ее убирает, свою благодать, по Ему известным причинам. Мы не можем точно понять причину, почему Бог, всех причин, так скажем, почему Бог ожесточает фараона в книге Исход. Мы знаем, почему. Один вопрос мы знаем, почему. Вот Бог доводит фараона до такой степени раздражения, до такой степени, образно говоря, белого коленя, что Он не просто разрешает евреям выйти, а Он выгоняет. Золото. И только так можно было оттуда уйти. Даже вопрос не с золотом, вопрос не имущества, которое они взяли оттуда. А самый главный вопрос в том, что представь себе, нация живет 400 лет, приросла уже корнями, и теперь смотри, евреи не хотят уходить. Ну, представь себе, народ, который 400 лет живет, пустил корни, здесь у них, они даже в пустыне прошли, и потом вспоминают, а мы там чеснок ели. То есть, они бы не захотели уйти, ну, потому что Бог встречает сердце раз, другой, третий, четвертый, пятый, десятый. И фараон уже в ярости, в страхе выгнать всех их оттуда. То есть, у евреев нету шанса уже, чтобы не уйти. И это в результате вот этой Божьей работы. Он доводит... Но это только одна сторона, одна причина, которую мы видим. Но этих причин было много, есть еще много, которых мы не видим. Почему Бог с ним так поступает? Почему этот человек, он одного царя ожесточает, а другого царя не ожесточает? Опять-таки, мы вторгаемся в те сферы, в которых у нас не хватает инструментов, знаний. У нас даже мозгов не хватит для того, чтобы это знание проанализировано. То есть, когда мы говорим, что Бог ожесточает, это не прямое ожесточение, а это снятие общей благодати. Бог позволяет какому-то человеку больше прогрессировать в том зле, в котором он находится. Об этом точно и глубоко сказано в послании к римлянам. В послании к римлянам здесь показана... Здесь используется другая фраза. Эта фраза представлена здесь таким выражением. Здесь сказано о людях в первой главе, которые видят реальность Божьей, но не хотят Его славить и не благодарят Его. И написано, осуетились умствования своих, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми и обезумели. И дальше, 24 стих говорит, «То и предал их Бог в похотях, сердецах, нечистоте так, что они сквернили сами свои тела». То есть, здесь определенная реакция людей на то, что Бог делает, она становится причиной того, что Бог позволяет этим людям остаться во власти своих собственных похотей. То есть, Он удерживает проявление своей благодати общей, и Он позволяет им остаться во власти похотей. Что получается? Они прогрессируют. И дальше, в 25 стихе, в следующий стих, «Они заменили истину Божию и ложью, поклонялись и служили тварей вместо Творца, который благословен вовеки». И дальше сказано, «Потому предал их Бог постыдным страстям». Если вначале сказано, «Предал их Бог похотям», то здесь по стыдным страстям женщины заменили естественное употребление и противоестественное подобные мужчины. То есть, здесь говорится о следующей ступени вот этого ожесточения сердца. То есть, Бог предает человека своей собственной греховности, что и является ожесточением. И дальше мы читаем третий фактор, «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Это очень яркий пример, который помогает нам понять это явление ожесточения сердца. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Редактор субтитров А.Семкин